и всем приветики мои секретики и вышли на канале секрет только сегодня с вами снова я силия мой парень лео всем привет и сегодня мы приехали домой к моим родителям чтобы сделать сюрприз для майка мы прилетели специально с кубы к этой дате вообще у нас конечно выдался очень интересный отпуск кто еще не видел то можете обязательно посмотреть предыдущие влоги но сегодня мы как я уже сказала будем поздравлять майка с его днем рождения сегодня ему уже исполняется семь лет мы приготовили для него вот такой сюрприз я делаю такой костюмчик праздничный лео тоже мы сегодня на таком кобойском стиле в общем то сейчас уже позвоним и не надеюсь нам откроет сначала не сам майк потому что я бы хотела сначала увидеть с родителями так ну что звоним давай и кстати посмотрите какая у них тут милая собачка есть если хотите то я могу вам провести даже рум-тур по их дому кажется у нас пришли гости так ура поздравляем с именинником спасибо большое силе как давно не виделись привет мамуль вы такие загорелые и не говори мы все сгорели то о чем здравствуй лео здравствуйте привет папа привет доченька здравствуйте здравствуй лео рассказывайте как у вас дела проходите ой да все вообще чики-пуки а где ваши это дети но у нас же трехэтажный дом то заметила да заметила и что они на третьем этаже тосят теперь от вас подальше да нет не совсем так на втором этаже просто все еще подготавливаются дженни прихорашивается а софина она тоже готовится но я их сейчас всех позову уже на стол потому что он на крыль проходите туда к столу джейк ты проведешь усилия с ним конечно приведу давай вот это у вас конечно огромный дом вау как здесь все красиво украшено так сумки оставим там все подарки мы оставляем тут у пиньяты да да хорошо а это куклы для кого для майка что ли нет это куклы для софины чтобы ей подарок тоже был хорошо сейчас мама пойдет наверное за софиной майком и дженни да мы их ждем софина привет привет ну что ты готова поздравлять же майка да давай показывай свой подарочек а где твой подарочек вот и ага вау что это ты сама сделала хорошо давай бери и пойдем еще нужно позвать дженни майка давай я позову майка пока что ты сбегаешь за дженни и вы пойдете чуть чуть попозже чтобы он подарки ваши не увидел хорошо дженни пойдем уже майка день рождения отмечать ой а чё там все уже готовы разве ну хорошо а подарки уже сразу брать ну да хорошо так ну я вроде припудрила носик все хорошо надо еще духами побрызгаться тебя побрызгать они карамельные да давай тебя почти сдуло этим ветром духов смотри какой у меня подарок прикольно а там что то есть внутри а я не скажу тебе пока что все увидишь так майк привет так ты уже нарядился я вижу все это очень чудесно не дни телефончик уже нельзя мы сейчас пойдем отмечать твое день рождения снизу так а мы подойдем тогда следующего лифта майк поздравляем тебя с днем рождения привет майк ты такой уже взрослый я хочу тебя поздравить с днем рождения и пожелать тебе всего самого-самого наилучшего расти большой не быть лапшой чтобы жизнь была как в шоколаде ну значит не будь бургером ну что может теперь это за стол подожди нужно еще подарить подарки майкл давайте приготовьте все свои подарочки привет софина как у тебя дела хорошо тебе подарок от нас спасибо первые мы наверное да давайте мы дорогой майк мы хотим тебя поздравить с твоим днем рождения пожелать тебе всего самого-самого сокровенного чтобы ты был таким же счастливым и радовал всегда нас не огорчал никогда и чтобы конечно же ты пошел в школу и все было у тебя там хорошо и вот тебе от нас подарочек а ты посмотри узнаешь это очки виртуальной реальности ничего себе все садись обратно майк ну как тебе очки виртуальной реальности майк так давайте кто следующий мы следующий другой майк мы хотим тебя поздравить вместе от всей души с лео с днем рождения и хочу тебя пожелать чтобы ты рос развивался продвигался только конечно в лучшую сторону чтобы тебе всегда сопутствовала удача и и и замечательно и чтобы у тебя было много друзей хороших верных друзей твой подарочек от нас с днем рождения мои куша с днем рождения брат да это типа ходилка твоя любимая следующими мышками ленивцев нет может сходим сегодня купим ну может быть хочешь да ну смотри тут еще вот такие карты есть майк хочу тебя поздравить с днем рождения от всей сестринской души я хочу пожелать тебе всего самого наилучшего я тебя очень сильно люблю ты мой самый любимый брат самый первый и самый единственный и самый любимый в общем то я хочу тебе пожелать чтобы ты всегда был молодцом оставался таким же умненьким и также и веселым да и обязательно веселым но еще хочу тебе пожелать что именно скучно конечно в общем я хочу тебе сказать спасибо большое за то что ты со мной вместе вот и то что ты делаешь каждый мой день ярче и веселее это тебе тебе вот такой рюкзак для новых знаний спасибо деньги деньги съесть нельзя но вот эту конфетку наверху можно какой-то ленивец золотой что ли ничего себе легендарный ленивец самый редкий пчелка тоже а как ты еще раз назвал пчелку ты такой с ним рождение майк что ты будешь делать что ты будешь делать пугать вас у нет мама так что там софина у нас подарила тебе еще к тебе придут твои друзья сегодня вечером еще пойдемте ленивцы а тебе вон дженни ленивцев подарила все хватит тебе на сегодня ленивцев то может еще друзья придут подарят всех тебе ленивцев которые только есть на свете так но теперь давайте за стол отметим наш веселый праздник пойдем майк надо будет задавать свечи майк ты сейчас будешь загадывать желание давай загадывай ты про себя загадывай covered ура вам рождения whu ура ура сcess с Днём рождения History request любви желаний исполнения и самых преданных друзей ну чтобы они тебя никогда не предавали ну иди полази с софиной вместе да пойдем на дерево пойдем мороженое пирожное мне фруктовый лед нет дай 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 софина уступим мороженое у него же день рождения ну ты можешь съесть покруче там есть мороженое нет майк 2 это вредно все теперь иди в чулан фейерверк сейчас некрасиво стрелять что я но я на заботе смеси покупаться хотите майк но идите тогда переодевайте купальники а я под стол спрячусь идите купальники софина переодевайте если хотите покупаться софина ты скоро да девочки как вы долго прихорашиваетесь совсем недолго 5 минут опять точнее 35 все поехали на первый этаж так майк теперь тебе нужно уже прихорашиваться потому что сейчас придут другие гости то мы современные привет ребята так давайте дарите подарки это тебе подарок лысому глобусу хихихихи а это кто то раз и глобус сам то высвободы а это venue нет как тебе мой подарок соски не очень хи 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 я так и знаю бэтмен это тебе от бэтмена там бэтмен еще вот такой карандаш клубника еще вот такой карандаш яйцо спасибо электрогитара вау ты умеешь играть у тебя прирожденный талант и еще мой подарок даем и у меня шапка ли не это лёня у лёни снимается шапка лёни это тебе такой вот и денежки еще чтобы ты купил себе что-нибудь еще на день рождения а я думал ты что-то себе купить закрывай глаза и давай бей пиньяту давай ура айкс вот сюда иди попал ой хорошо я запущу значит я уже успела проснуться и вот где мы живем вообще в принципе это наша комната она находится на чердаке да спасибо большое моим родителям что они выделили такую комнату для нас лил но вообще это для всех гостей ну и сейчас мы разбудим лео и уже пойдем завтракать потому что зачем ты мить у нас сегодня очень много разных дел лео вставай лео лео чундра чучундра вставай чучундра а что вставай давай я тебе говорю пошли уже утро даже питомцы он встали вместе с тобой но вы пока что никуда не пойдете вы тут будете а мы пойдем завтракать силе я не успел встать и ты меня уже куда-то тащишь я тебя тащу завтракать ну ладно покушать я не против зачем приехали как у тебя дела майк лучше скажи хорошо а где софина она спит спит так хочу она так спит долго уже 10 утра может проведешь мировом тур по своей комнате майк давай пойдем у меня хомячок буль софина привет давай просыпайся вставай уже завтракать пора я уже прям с третьего этажа чувствовала как мама что-то приготовила только не могу понять что может быть ты поймешь давай вставай вставай почему так рано 10 часов ну ты куда на окошки на место аж пошла спать ну-ка давай подъем подъем чебупель не валяйся тут чебупелька а чё майк подслушивает я слышу его смех издалека я послушала как ты еще раз назвала софину чебупелька 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 у тебя чебупелька на волосах шишечка твоя это чебупелька ну спасибо я не знал ты мне открыл америку хотят страницу евразии короче пойдемте уже завтракать бибиб а мама мама вам рассказывал что мы а вы а вы знали что мы сегодня поедем на рыбалку на какую это еще рыбалку ну поедем не так мама с папой говорили и все говорили фу ненавижу рыбалку а я обожаю вот это понятно мальчик не хочу дома нет нет мы поедем все вместе да ну я по крайней мере поеду если хочешь можешь остаться здесь я тоже поеду на рыбалку я никогда не был на рыбалке ты моя я был на рыбалке в последний раз когда только родился меня зачем-то родители отправили на рыбалку в ноль лет а с кем не знаю смысле с кем ну родители меня повели вместе короче завтракать уже мама привет я чувствую пахнет вкусной яичницей чебупелька какая еще чебупелька что-то снова придумал майк да мама это я придумал но я так софина назвала чебупелька чебупельки садитесь уже чебупели все кушать чебупелька так а где дженни дженни не знаю она что еще не спускалась к тебе нет видимо спит супер я пойду и разбужу я бы еще хотела часика 2 какой часика 2 софина ну ты наверно как обычно своем планшете просидела до 2 часов ночи до я за дженни майк зачем ты меня вытащил из моей комнаты я захотела и вытащил доброе утро доброе утро дженни присаживайся сейчас будешь кушать а что сегодня яичницы я не хотела яичницу я хочу хлопья и ну вот и славно то я думала вас опять придется успокаивать давайте короче так чай будете ли кто что будет лимонад чай я кого нет ты никого я не разрешаю по утрам пить колу лимонад какой из вот этого холодильника или вот из этого вот из этого на кого клубничный лимонад хочешь держи а тебе майк какой не такой же так а вам что я чай буду я тоже чай я люблю чай по утрам и я чай ты не пьешь колу я больше не пью колу почему но она вредна для здоровья что лео ты больше не пьешь колу за не пьешь я видел как-то да 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 что вы говорите когда ты вот так я видел вчера проснулся и решил чуть-чуть покушать перекусить и я видел подглядывал за угла что ты пил колу да и ты ночью пил ну да я ночью и вот так лео дети тебя раскусили что с тобой лео чебу пели держи лео чай так а тебе что дженни тоже чай хорошо ой вода держи воду ой приятного аппетита спасибо 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 большое мама я наелась посвятую комнату так давайте сразу собираться на рыбалку эту папе уже не терпится спасибо мама я пошел собираться такси лео вы поедете с нами на рыбалку конечно мама для чего мы к вам в гости так ну все тогда мы тоже идем собираться ой кто бы мне помог посуду загрузить посудомойку все самой все самой ой а у нас лифт тут не лопнет от стальки народу конечно так вот такой и все мамочки мне страшно где мы хомячок бульк его надо покормить так что мне одеть на рыбалку я вообще не представляю так что мне одеть на рыбалку я вообще не представляю челлендж 24 часа в банане должна съесть банан у кого есть банан что они ищут банан какой тебе банан софина нужно меня челлендж 24 часа в банане ничего себе ты банана герл но к сожалению у нас бананов нету дома ну ладно тогда без бананов так что же одеть мне сегодня на рыбалку у меня то конечно побольше выбор но я наверное одену вот это потому что на рыбалку нужно одевать что-то такое чего не жалко типа вот мне не жалко этой одежды так а что мне одеть на рыбалку я-то рыбачить наверно буду с пацанами и ой 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 а тебе не жарко будет нет наоборот я весь одеть буду ой ты чё мою одежду одеваешь уже сняла так осталось еще взять сумочку сумочку и все в принципе так ли о том у телефона так да ё-моё не берется на все надо еще бы эти взять рокси да зачем быть и рокси ну чтобы они дома не сидели так еще нам надо одеться я уже готов мой вот я готов прекрасно у тебя прикид а что получше не мог одежды выбрать я не хочу получше я одену вот такую футболочку так на что все готовы не знаю софина и майк мы их еще ждем и дженни и виде даб-даб-даб-даб я сесть дип-дип-дип привет 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 пацан что-нибудь на лёмках это что-то новенькое так ну все едем на рыбалочку майк больше всех ждал и ты поездки вот мы и приехали на автобусе Ну, только удочка одна. Ну, давайте я буду тогда один рыбачить. Ага, конечно, Майк. Все по очереди. А на что рыбачить-то? Ой, Бетти, Бетти, подожди. Ты уже закинул удочку, что ли? Клик, клик, клик. Тяну, тяну. Вкусненькая рыбка, да? Я хоть сейчас я съем. Нет, сейчас не надо, Майк. О, Бобби. Привет, Боблик. Эй, ты, отдай нашу рыбку. Майк, куда ты полез? Ну-ка, давай отсюда выстаскивайся. Вот чья-то палатка. Пап, что-то у тебя не клюет. Наверное, там ничего не насажено. Ты в че оделся? Ты что, подсолнух? Не знаю, да. Я созреваю еще. Дозревай. Давай сюда. Ой. Так, все, не трогайте чью-то палатку. Майк, ну теперь давай ты. Так, только надо насадить еще. Так, я выберусь. Какого хочешь насадочку? Луньку. Разноцветную? Да. Давай, я насажу. Я сам. Ты упадешь в речку. Не упаду. Ну все, закидываем. Закидывай, закидывай. Так. Клик, клик, вытягивай. Е-е-е. Ой-ой-ой-ой. Скупался. Хочу еще одну рыбку поймать. Ну, можно еще одну попробовать. Только не разноцветную нужно. Только давайте вот эту. Так, надо еще куда-то и складывать эти рыбки. Да их будет у нас бобер таскать. Бобер? В смысле, так я думала мы их и дома пожарим и сделаем рыбочку. Дома пожарим. Каким образом? Бобра, что ли, жарить будем? Ну, вон. Мы ему рыбку отдадим. Не надо ему рыбку отдавать. Ну, все, давайте. Я еще эту насажу. Так, давай, какую хочешь теперь. Вот эта. Зеленая, да? Угу. Давай, насаживай. Класс. Ой, надо еще выделать. Ой, рыбка стала рыбкой. Закидывай. Сейчас клетка льет. Скорее. Клетка льет, вытянь его. О, пап, какая щучка. Вот это да. Вот это ты молодец, Майк. Ох, любитель рыбалки. Лео, попробуй ты. Еще хочу. Все, Майк, тебе хватит. Давай, иди спи. Нет. Тогда подсолнухом будь. Нет, я хочу грибочек сорвать. О, идите, кстати, с Дженни по грибы. Так, сейчас тут грибок. Вот один нашел. Ну, давай собирать грибы тогда вместе. Пошли только кто-то встать на. Конечно, пойдем. Мама, корзиночки нет? Если что, там найдете по пути. Кстати, куда Софина с Сирией пропадет? Да, я вижу. А где Рокси? Смотрите, там этот, этот, пузатый. Кто? Пузатый медведь. Здрасте, здрасте. Мама, мама, ну покажи. Мама. Забирай быстрее, Бетти, Рокси. Вы куда? В бобра и утконосу. Женя, пошли уже по грибам. Вы куда пошли? Там огромный медведь ходит. Что, он не страшен? Да. Я уже тоже искупалась. Я падаю с этого моста. Так, ну все, давай. Вон сколько грибов. И там Кодзинка я уже видел. Вон там гриб, смотрите. Я знаю. А вы что здесь делаете, мама? Мы ловим рыб. Вон уже улов какой. А одну рыбку, кстати, съел уже. Кто съел? Бобер. Капец. А у меня Бетти с Рокси сдружились. Супер. Рокси, тебе нельзя, кстати, купаться. Блин, мне страшно. Вдруг я напугаюсь, как обычно. А-а-а! Ну, чего ты напугался? Ну, ты чего? Давай, как мужик, сел. Сел, так. Где у нас тут? Вот. Грейс, что у нас тут это вообще? Не пойми, какая разбериха. Ты могла нормально положить чемодан с этими удочками? Ну, прости. Так, здесь одна у вас насадочка осталась. Да я заметила уже, спасибо. Все, давай, закидывай удочку. Не бойся, трусливый зайчик. Все, давай, вытягивай, быстрей. Это кто, щука? Да, щука. Так. Опа, консервы есть. Хотите консервы? Нет, спасибо. Ну, ладно, пока что не будем кушать. Но это просто секретка такая. Она, кстати... Так, держи, Лео. Еще насаживай. Грибочки, давай их собирать, собирать, собирать. О, корзиночка. Ничего себе тут деньги. Дай-ка денежку ей, я съел. Нет, Майка, ее нельзя есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кусает, кусает, кусает. Кто кусает? А-а-а! Это муравей, я боюсь насекомых. А-а-а, змея! Слизняк, мама! А желуди зачем собирать? Не знаю, просто для компота. Какого еще компота? Не знаю. Ой, какой милый щеночек. А-а-а, миленькая милашка. Так, в смысле миленькая милашка. Посмотри, сколько мы уже грибов набрали. Ага, пошли в пещеру. Какую пещеру? Ого! Капибара с цыпленком. Обалдеть, это есть капибары. О, ленивец. Еще его какие-то кости всякие, капец. А это что? О, наггетс. Какой наггетс? Вон у него. Ну что, тут теплые ванны, Майк. Ну да. Все, пойдем теперь. Грифон. Какой еще грифон? Ну, птица, смотри. Где? Вот, на ветху. А-а-а, дядя. Все, пойдем отсюда. Ленивец. Ой, а где Дженни? А-а-а! А-а-а! Мы собрали кучу грибов. Молодцы такие. И денежку нашли. И денежку? Молодцы. Ой, пацанок, ой. Как я его съела. Фу, блин. Кусто семечки. Очень вкусные. Как? Как дайте мне поймать эту рыбку? Майк, ну имей уважение. Лео вообще не часто на рыбалку ходит. Я тоже не часто. Ты чаще, чем он. Оп. И все. Смотри, какая рыбушка. Да, хорошая рыбушка. Капибара. Капибара, капибара, капибара. Там капибара, кстати. Капибара? Я обожаю капибар. Пошли, пошли. Я тоже хочу капибары. Вау. Капибара. Капибара, капибара, капибара. Я хочу с вами работать. Да капибада у вас. Капибары. Капибара, я капибара, капибара. Капибара, 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 капибара. Ну все, давай вылазить, Сафина. Давайте ленивца сфоткаем. Не надо никого фоткать. Пойдемте. На сегодня хватит приключений Какой еще секрет, Майк? Ну там есть секрет в той стороне Не надо нам никаких секретов Так, берем чемоданы И грибы Все, пойдемте теперь Домой что ли? Ну да, Майк, уже домой пора Так, и пора Стойте, давайте посмотрим, что там По-моему, какая-то веранда стоит Майк, ну хватит Уже ты надоелся своими секретами Деньги висят, я возьму деньги Ням-ням-ням Вкусные Вкусные какие Не хотела их съесть Так, ну все, идем в автобус Вот мы заходим домой А мы сегодня еще куда-нибудь пойдем Да, сегодня еще Что вы говорили? Сегодня я говорила, что еще будет футбольный матч Может в выгодовой центр? Ну я уже на футбольный матч Я уже не пойду Может в игровой центр нет? Нет, в игровой центр уже не так интересно Так, кстати, матч уже будет через 30 минут Ну-ка быстрее собираться А ты, Лео, будешь переодеваться? Да, я буду переодеваться Я тоже Вот эту я на рыбалке щучку поймала Ну а я пока что буду готовить рыбку Так, вот сюда грибы Так, что одеть? Дену все вот так Идем на второй этаж Ээээ, меня подождите Я не на тот этаж заехал Ё-моё Тихо, я уезжаю на третий Я с тобой хочу Так, что мне одеть? О, я одену футболку с бургером Супер Вот это круто Надо еще рюкзак с бургером взять Все, едем на матч В общем, как вы уже поняли Сегодня я покажу Как проходит день моей младшей сестры Софины Я уже вам показывала Как проходит день Дженни Как проходит день Майка И теперь пришло ее время Короче, поехали Наступает утро Обычно я просыпаюсь в 9 часов Без будильника Ой, доброе утро Ну иногда у меня еще будет мой младший брат Та-та-та-та Дубучись не надо Привет, Софинистая Сам ты Майкан Какой-какой? Майкан Ты манная каша Сам ты манная каша И у нас начинается подушечный бой На-на-тебе, на-на-тебе На-на-на-на-на На-на-на Сейчас я принесу свою подушку Отдай мне эту Так Где же моя подушечка? Вот, лучше кривечку А, нет, облачка, облачка Или нет? Нет О, привет, Женя На-на-на-на-на-на На-на-на-на-на Обычно мы так доходим до комнаты, Женя На-на-на-на Вы что, совсем что ли? Куда мы пришли? На-на-на-на-на-на Стоп, Майк, стоп Это что, моя подушка? Да Ты что, совсем что ли сдубел? Софина, Майк, ну-ка быстро разошлись по своим комнатам Ой-ой-ой Тихо убегаем из комнаты, Женя Все, теперь положим, чистим Майк берет своего хомячка Садит на голову И мы идем чистить зубы Так, моя красненькая Ты что взял, Майк? Да я сейчас выключу Это вообще что за инопланетян Сейчас тебя подстегу Не надо, Майк, Майк Майк Вы что творите опять? Давай Так, Майк, прекрати уже себя так вести Господи, когда уже ваши комнаты сделают, блин, на этаж выше, либо ниже? Я не хочу с вами жить на одном этаже Ха-ха Я тебя смотрю все волосы Нет, вроде бы все остались Пошли чистить зубы Пошли На Давай чистить зубы, надо каждый день Все, чистите зубы Отойди, отойди Сам отойди У меня место нужно Какая щетка желтая? Моя Моя красная Какой девчачий цвет? Нет Блин Свет моргает Он ест Майк ест зубную пасту Кто? Я не ем зубную пасту Я видела, ты сейчас ел Нет, это ты ела Это ты ела Мы чистим зубы Тьфу Скажи, меня клюешь Ты Тьфу Куда? Тьфу 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 Если вы будете в таком же духе продолжать, я все расскажу маме Ой-ой-ой Так, на кухню идите теперь Раскомандовалась Да Это мы с собой Что хотим, то и делаем с собой Да Мы приезжаем на первый этап Чтобы позавтракать Мама нам ничего не приготовила Так, на Майк, ты что пускаешь отрыж? Нет Доброе утро, мальки Привет Привет Салют Салют-салют, Софина Так, что вы будете завтракать? Я приготовила пока что вам только тарелки, вилки и стаканы Нам что, тарелки вилки? Мы будем есть Да Нет Давайте Что вы хотите? Я Нет Хлопья Вафли Хлопья Вафли Хлопья Вафли Так, сегодня день с Афины, поэтому будем есть вафли Нет Хочу хлопья Ладно, тебе сделаю хлопья Ладно, и мне тоже будут хлопья Ну ё-моё Ой Ну, Майк, тебе придется попить молоко Давай Так, твои хлопья И твои, Майк, хлопья Сейчас дам ложечки Держите Что вы будете пить? Молоко Угу Ничего себе, вы какие у меня молодцы А я думала, вы лимонад попросите Ну ладно, лимонад потом, сначала молочком Всё, приятного аппетита Спасибо Нум-нум-нум Обычно, когда мы ходили в детский сад, мы ели всегда утром хлопья В летние каникулы мы едим, что захотим Но нашей маме всё вкусно Я всё снял О, мама, это рыбасик Идём на улицу Пойдём, только сейчас я оденусь Ааа Ну, мне не надо Ну и что Так, что мне одеться? Я хочу одеть... нет Хочу одеть вот это Вот это, да Хочя... нет, лучше ободу Ля-ля-ля-ля-ля Ой Ой-ой-ой Майк, что случи? Лась, все, нам от мамы попадет. Ну ничего же, тесненько все. Ахачи. Булька, тебе надо отмыть. Тебя надо отмыть. Ну все, от мамы нам точно конец. Мам. Тихо, не зови. Почему? Будешь ходить с грязным мальком? Я его сейчас помою. Еще у меня волосы положу. Я его сейчас помою. Так у нас одежда заморалась. Да нет, видишь, все чисто. Угу, все чисто. Мам. Ой, Софина. Что случилось, Софин? У нас булька заморалась. Ну, понимаешь. Вы что наделали? Вы все грязные. Там мы не виноваты. Там грязь. Майк первый не посмотрел, что там грязь. И пошел на грязь. Нет. Так, короче, идите переодевайтесь. А все вещи положите в грязную корзину. Ну, для разных вещей. А мой бульк, его надо помыть. Твой бульк сам помоешь. Это же твой бульк. Ну, сейчас его в раковине помоем. Киской моей киской пойду. Так. Я пойду отмывать булька. И переоденусь. Банада бум-бум. Пойдем, киска. Ты тоже переодеваешься. Но я сейчас еще бульку надо помыть. Сначала сам переодеться. Да ладно, я пижаму пойду, нет. Ну, тогда вот в этой. А булька грязная, что ли, будет? Не, я его сейчас помою. Неси одежду. Хорошо. Тебя надо помыть. Чик, 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 чик. Все. Ты помытый. Мой хороший бульк. Привет, Дженни, стоя. Ты где? Ну, все, идем гулять. Бульк, бульк. Пойдем на скейтах покатать. Нет. Давай. Дженни. О, что? Пойдем гулять на головную площадь. На скейтах. На скейтах кататься. Я уже тут. Давайте вы сейчас на улице немножечко погуляйте у нас во дворе. Я пока что соберусь и пойдем гулять все вместе. Хорошо. Ну, хорошо. Давайте, едьте. Так, пускай погуляют там где-нибудь минут 30 или час. Потом пойду с ними погуляю. Мне же нужно еще выбрать, что надеть. И пока я выберу, что надеть, то тогда уже, блин, капец. Весь день пройдет. Ладно, я постараюсь быстренько выбрать. Где это надо взять? Я еще просто погуляю. Пойдем на дерево полазим. Ну, пойдем. Я на самый верхний с белочкой. Как мы гуляем каждый день, я выгуливаю свою кошечку где-то часик. Она может и покыпаться. Она у нас бесстрашная. Я на дерево на самую верхушку. Я хочу на дерево. Сейчас. Я открою Софину только. Девочка. Софина. Тук-тук. Ой-ой-ой-ой. Как страшно. Ну, ты пугать не умеешь. Угу. А у Сандра шуешь до сих пор. Угу. Умнее. Умнее. Смешно как. В бассейне сейчас помою. В бассейне нельзя купаться потом уже будем. Ой, ну ладно. Пойду помою. Угу. Я съем. Я лапу съем. Нет. Суфина. Ммм. Софина. Я все маме пришел искать. Что там лежит в ящике? Ничего там больше не лежит. Тарелка. Трык-трык-трык-трык-трык. Женя. Женя, да-да-да. Пошли ее искать. Ой, стой. Давай за ней последим сначала. Давай. Из уголка. И потом подкрадемся сзади и скажем бух. Давай. Давай. Громко. Мама, я хочу есть. Хотя нет, не хочу. А что ты хочешь съесть? А я уже не хочу есть. Странные вы какие-то. Клубника. Я съем. Я тоже хочу. Для моей кожи. И арбуз хочу съесть. Хочу съесть арбуз. Хочу съесть арбуз. Арбуз. Ай, ну возьму яблочко. Кушай, моя киска. Софина, ты покормила кошечку? Да. Поехали ее пугать. Так. Пойдем. Дай яблоко доеду. Подкрадываемся тихонь. Булька, оставь тут. Так. Мне нужно одеть, наверное, вот это. Нет. Может, вот это, вот это лучше? Давай. Давай, Сави. Все, хорошо. Бу! А-а-а! Мама! Что творили? Вы меня напугали просто до сумасшествия. Это как? Кошмар. Сейчас возьму своего песика, только еще покормлю. Какого своего? Это наш песик. Мой. Так. Киса мой котик. Нет. Ой. Киса моя собачка. Все, идем уже. Киса не твоя. Моя. Сейчас покормлю, только его на первый этаж спущу. Покормлю. А, вот ты про эту собачку? Да. Так у нас другая. Да, есть. А я про эту собачку. Это моя. Так, еще надо скейты взять. Мама, мы гулять. Куда? На главной площади. А, зачем вы? С Дженни. На скейтах покататься. А, на скейтах, хорошо. Только подождите. Что? Софина. Это Фина. Не забудь, что у тебя еще сегодня будут занятия по скейту. Так что они у тебя будут в три. Сейчас час дня. У меня тоже будут. Нет, Майк, у тебя завтра. У меня по футболу будут сегодня. По какому футболу ты на футбол не ходишь? Хожу. Нет. Так, в общем, Майк, у тебя завтра занятия? Нет, сегодня. А, сегодня вечером еще, точно. У тебя завтра по футболу первое занятие будет. Он на футбол пошел? Да, он попросил у нас на его день рождения записать его на футбол. И мы решили его записать, попробовать. Вот завтра пойдет первый день. Ну тогда это классно. Так, а сегодня у тебя тоже будет вечернее занятие, Майк. Только я забыла почему. По хобби-хорсингу, по-моему. Точно. Так что сейчас покатайтесь на скейтах, а потом все пойдете по своим занятиям. А, и Дженни, да, она в школу художку ходит. В художку. Я знаю, что мне в художку надо, только я еще успею домой забежать, Майк. А, ну ты тоже. Все, давайте, идите уже. Пока-пока. Пока. Папа, ты что делаешь? Я, да так, сооружаю тут что-то новенькое. Еще надо будет на огород сходить. Мы, если что, гулять. Потом еще вернемся. Пока. Пока. Так, берите свои скейты. Так, я беру. Ой, аккуратнее. Я чуть ли на луж не наступила. Дженни, сочекай скейт. Ага, крутой. Ставь сзади. Тебе песик. Точка-то никакой тут. О, мой гааш. No, no, no. Вау, как она круто поет. Что, что скрипит? Сахин. Крикает. Рыбу-удильщик. Дженнис. Ты что, съел сырую рыбу? Да. Капец, тебя же сейчас вырвет. Фу, рыба. Ну, ладно, ничего такого не будет. Все, поехали кататься. Банан хочу. Дима, дима. Давай, покусить. Так, бананчик хотите? Да. Какой банан выбираете? Розовый. Я с посыпкой. С какой посыпкой? Они все с посыпкой. С шоколадом и посыпкой. Хорошо, берите. Так, с вас 20 токенов. 20? А вот 20 токенов. Угу, спасибо. Приходите к нам еще, приятного аппетита. Спасибо. Мне тоже, можно бананчик? Дженни, ты покатаешься на нем? На скейте. О-о-о-о! Далеко я не уеду. Дженни, остановись. Лучше мы будем кататься все вместе на скейте. Так, нужно присесть отдохнуть. Дженни, смотри, крабики. Милые. Давайте съедим. Давайте. Нет, это по-любому какая-нибудь ловушка. Не надо, Софина. Может, отравиться сможешь ей. Лучше не надо. Ой, какие-то тучи находят. Да. А-а-а! Бежим домой. Да, вы тоже чувствуете этот дождь. Как он быстро так оказался-то. Так, это вообще не мой скейт был. Значит, забирайте свои скейты и пойдемте домой. Бегом. Бегом. Во, какие тучи. Молния светкают. Звоните быстрее домой. Замерзется. Замерзется холодно. Мне тоже холодно. Неужели вы пришли? Ой, вы что, все замерзли? Да, папа очень. Кажется, с крыши тоже притекает к нам домой. Так, все, заходите быстрее. Кейт, оставляйте. Женя, пошли на подплет. Мама. О, господи, давайте бегом. Софина, я так понимаю, твой сегодня отменяется поход, да? На кружок. Или еще есть время? Еще есть. Мама, время сейчас мы отогреемся и пойдет, Софина. Я пойду. И мы пошли согреваться все вместе и смотреть сериал «Кухня». Так, я пока что соберу свои все блокноты и так далее в художку. А мне? Что тебе? Тоже надо. Кого надо? Собтаться. А, я настоящий? Я точно, я же настоящий лошадь буду. Как разговариваю. Бомба-я. Ту-ту-ру-ру-ту-ру-ру-ту-ту-ту. Я-я-я, бомба-я. Если что, я учу новый танец просто так для ТикТока. Я-я-я, бомба-я-я, я-я. Я-я-я. Бумба-бумба. Бумба-бумба. Бумба-я-я-я. Ну что вы смотрите? Все, Софина, тебе уже пора собираться. Вы отогрелись. Пойдемте. Мне. Да, и тебе, Майк. Так, а сколько мы серий успели посмотреть? Соток семь. Сколько? Соток семь. Две серии, Майк, не ври. Все, погнали теперь по своим делам. Итак, Софина, здравствуй. Тебе обязательно надо надеть шлем. Так, вот шлем. Нет, лучше этот. Давай, снимай кепку, будем одевать шлем. Так, приготовься. Сейчас будем выполнять и учить сегодня новые трюки. Но сначала ты должна размяться. Давай, голову вправо, влево, ножки, ручки. Все части тела нужно хорошо размять. Мне очень нравится заниматься носки. Это экстремально и интересно. Давай, приготовилась. Поехала. Молодец. Еще на эту горку. И ступенек. Итак, самое последнее, это забираться на вот эту гору. Только аккуратно забирайся. Я занимаюсь этим спортом. Уже не только. Молодец, Софина. Хорошо держала самку. Только теперь давай попробуем с какими-нибудь трюками. Так, например, ты можешь встать вот так вот. На одну пятку и вот так вот съехать. Только немножечко. И встаешь уже, когда вот здесь вот поедешь. Молодец. Все хорошо выполняешь. Умница, Софина. Так, на сегодня занятие окончено. Хочешь шаурму, насадись, давай перекусим. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, вот эту шаурму? Держите. Мне салатик. Ох, как вкусно и все аппетитно выглядит. Как ты тут позанималась на скейте? Все хорошо. Какие-нибудь новые сегодня выполнила упражнения? Да, очень много. Так, ну все, теперь пошли за Майком. У него потому что занятие длится целых два часа. Мы еще успеем, кстати, на него посмотреть. Так, давай, давай. Почувствую лошадь пока что. Дальше пойдем по испытаниям. Так, все нормально. Пони, стой, стой, Пони. Стой. Стой, Уголек. Угу, садись, Майк. И по еще одному кругу. Побольше скорость набирай. Молодец. И теперь самое сложное испытание. Молодец, так держать. Итак, Майк, молодец. У тебя было очень хорошее занятие. Ты прямо потрудился. Вот таким я тобой горжусь. Сегодня похвалю твою маму, что вы поработали еще дома. Я пришел. Молодец, Майк, ты так круто катаешься. Научишь меня так же у бабушки в деревне. Угу. Привет, мама. Привет. Привет, наши хорошенькие. Ну что, как у вас прошли все занятия? Хорошо. Пойдемте за стол на ужин, и вы все расскажете. Сегодня для всех решила сделать рыбное суфле. Не зря же, ведь вчера рыбу ловили. Ура! Да, я тоже очень рад рыбному суфле. Я его обожаю, как и ты, Майк. А я ненавижу. Но иногда приходите потерпеть, и поесть то, что я не хочу. Ну что, все, фильм закончился. Как вам понравился? Да. Ну, теперь пора уже ложиться спать. Так, мы сейчас пойдем с папой готовиться ко сну наверх, а потом вы пойдете чистить зубы все. Да, только перед вами еще я почищу зубы. Нет, я перед. Я перед. Пошли вместе. Ха, на тебе. Тыщ, тыщ. Ой. А, тыщ, 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 тыщ. На тебе, Софина. На тебе, Софина, на тебе, на тебе. Опа. Эй, дай сюда. Все, хватит сегодня игрушек, Майк. Эй, дай. Хватит. Софина, я к тебе опять подключаюсь. Нет, все, Майк. Так, пора умываться, иди. Софина, а ты что тут делаешь? Ничего я не делаю, я просто... Давай переодевайся и иди тоже умываться. И спать, потому что мама с папой уже давно спят. Все, давайте. Майк, в чем ты спать будешь? У тебя не постиралась пижама. Постиралась. Нет, она в грязной корзине лежит. Я буду в пижаме в виде токебоке. Понятно, ну ладно. Чистим зубы и деремся. А, на тебе. А, щетка. Фут, фут, фут. Все, спать. Все, спать. Все, спать. Я тебе даю пенька золотого. Тыщ, и в постель. Эй, я так не хотела. Я сам себя сейчас пенька золотого. Тыщ, тыщ, и в постель. Почему не работает? Эх, пойду ток. Так, начнем мы, конечно, с нашей улицы. Здесь у нас вот такой заборчик. Тут мы входим, да, дорожка такая. Далее у нас вот такое растение. Еще у моих родителей растут даже подсолнухи. Представьте. А наверху вот такую прикольную надпись. Смастерил мой папа. Клабхаус. Также здесь есть вот такое развлечение для детишек. Это качелька. И еще у них здесь есть вот такой охранник-пес. Только он немножечко заморался. Нужно напомнить родителям, чтобы его помыли. У него тут также есть и еда. И еще здесь есть вот такой почтовый ящик. Что ж. Позвоним родителям и уже зайдем к ним. Домой. Здравствуй, Силия. Здравствуй, Силия. Привет, привет. Ну что, расскажете, что у вас здесь есть? Конечно. Дальше я вас оставляю с родителями. А я буду ходить с ними и смотреть, что у них тут есть. Итак, давай, пожалуй, я расскажу о прихожей, милая. Хорошо. Смотри, Силия. У нас здесь есть вот такой коврик в виде сердца. Затем вот такой пуфик в прихожей, чтобы можно было обуться нормально. Также у нас есть вот такая большая доска, на которой мы помечаем все планы на неделю. Затем у нас есть еще здесь моя пила, которая должна находиться вот в таком уголке моего мастерства. Тут, в принципе, хозяйственный угол. Если ты можешь увидеть, то тут много инструментов. Затем еще лейка, ведро, грабли и лопата. Также наверху есть еще вот такие растения. Вау, они такие красивые. Да, мы долго над ними трудились. И также еще есть вот такие два пуфика. И два скейта. Это майка из Софины. Если ты не знала, Силия, то у нас здесь вообще-то есть еще лифт. Да что ты говоришь? Итак, также здесь есть вот такой пуфик, где можно посидеть. И еще вот такой камин. Как бы печка, с помощью которой мы протопливаем наш весь дом. Хорошая печка. Дальше мы идем на кухню. И это уже к нашей маме. Ну давай, мама, рассказывай. Здесь у нас сначала находится холодильник. Очень большой гарнитур для нашей семьи, чтобы ее все прокормить. Здесь встроенная посудомоечная машина. Также снизу есть обычно у нас хлопья, но тут сейчас пока что только нутелла. И кухонные приборы, вилки, ложки. Я уже кушать захотела. Также еще здесь есть плита с чайником, затем еще также кухонные приборы уже для готовки. И наверху есть вот такой шкафчик, где находится вся посуда. Это бокалы, затем еще стаканы и разные виды тарелок. Наверху есть также еще и вот такая полочка, где у нас находится соль и перец, тостер. И затем еще две вот такие коробочки, в которых тоже есть всякие специи и не только. Также у нас есть разные виды ножей, еще вафельница и кофемашина. А еще вот такой стол, где помещается вся наша семья. Всего здесь, как ты можешь заметить, пять стульев. Еще здесь есть также вот такой лимонадик, летом всегда стоит. И вот такие бокальчики. И еще у нас дальше идет челзон. Здесь ты можешь увидеть вот такие диваны, затем кресла с подушками. И вот такой стол с моими любимыми подсолнухами. Вау! Твой папа, как всегда, дарит отличные букеты. Я знаю, в нем я не сомневаюсь. Также еще вот такой ковер. Очень мягкий и классный. Джек проводит больше всего здесь времени, потому что он любит телевизор и новости. Также здесь есть у нас PlayStation. И еще вот такие картины висят. Затем вентилятор и диски для игр на PlayStation. Класс! Ну и наверху часики, чтобы ориентироваться во времени. Далее у нас здесь еда для наших питомцев, которые есть у Софины и Майка. Это ее кошечка и собачка Майка. И еще у них здесь есть вот такой батут. А также есть вот такой секретный сейф. Ого! Да, здесь мы обычно храним накопленные деньги. Вот это картина! Я даже не знала. Я тоже. Дальше уже идет такая как бы спальня наша с Джеком. Сначала вот такой стеллаж с комодами, где тут у нас находится вся одежда наша. Наверху моя косметика, очки солнцезащитные и вот такое растение декоративное. Также вот такие лампочки, шторка с гладиолусами там, кстати. И наша кровать. Еще корзинка с грибами тут обычно. Не стоит, но в этот раз стоит. И еще наш компьютер, на котором работает Джек. Ну и я тоже иногда. Дальше у нас идет улица здесь. Очень классно. Мы еще не убирались после дня рождения Майка, поэтому все так празднично выглядит. Можно посидеть. Затем тут я развешиваю одежду, чтобы ее сушить. Также у нас есть вот такие лошадки, с которыми можно поиграть. Это как бы хобби-хорсингом заняться. Далее баскетбольное кольцо. Баскетбольный мяч. Тут всякие препятствия, и не только препятствия, но еще и игрушки всякие лежат. Также у нас еще летом есть вот такой огромный бассейн. И еще вот такая горка. Или точнее домик с горкой. А также здесь у нас проживает белочка на нашем дереве. Только твой папа потом его еще смастерил. Видишь, немножко доделал, так скажем, это деревце. Добавил сюда вот эти вот всякие ступенечки. И наверху вон там вот, видишь, место для белочки. Круто! Она там обычно живет, и мы ей каждый день подкладываем семечек. Ладно, я поеду тогда на второй этаж. Спасибо большое за ром-тур, мама. Пожалуйста. Мы продолжаем путешествие по нашему огромному дому. И следующее направление это второй этаж. Сначала у нас здесь вот такой коридор. Тут обязательно есть вот такие лампочки, чтобы ориентироваться в темноте, если что-то. Если захочешь в туалет еще куда-нибудь. Также есть вот такая картина яблока и Ильяна. С этой и с этой стороны. Начнем мы с правой комнаты. А если бы точнее, то с комнаты Софины. Софина, привет! Можешь показать ром-тур по своей комнате? Привет, Силея! Покажешь нам ром-тур? Да. Давай, начинай! Тут у меня есть кукольный домик. Тут стоят куклы. И вот такой ананас. Здесь у меня находится такой рюкзак. Кумбочка. Я кумир красной команды. Поэтому у меня есть их мерч. Он стоит на вот таком комоде. А вообще тут есть вот такая одежда. И сердечко. У меня есть лампа. Вот такой стол. Стул. И в левом у меня стоит пенал. Блокно. Мелоди. Засвежитель воздуха. Ручка. Маркер. Здесь кровать для моей кошки. Здесь же мой планшет. Здесь моя кровать. Здесь подушка. И игрушка. А что это за игрушка, Софина? Это суслик. Понятно. Ой, а что это за след на твоей стене? А... Его еще мама только не хотела. Только не рассказывай, пожалуйста. Хорошо, не буду рассказывать. А от чего это? То есть кто его сделал? Это моя кошка. Ничего себе. Также у меня есть такой ковер в виде радуги. Такое растение зайчика. Кав. С моими вещами. Полка. На которой стоят книжки. И медвежонок с сердечком. И фигурка в виде зайчика. Также у меня есть такие плакаты. И Лиана с гирляндой. И кресло. С подушкой. Очень классно получился рум-тур. Спасибо тебе большое, Софина. А дальше мы передвигаемся в комнату Майка. Майк, привет. Привет. Покажи, пожалуйста, рум-тур по своей комнате. Не хочу. Кто у тебя здесь находится? Не хочу. В смысле... Майк, ну-ка быстро показал. Зачем? Ну, подписчикам интересно. Зачем? А у тебя есть подписчики? Ой, все, доз. Эээ, а как же рум-тур? Ну, показывай, значит. Тут шкаф у меня такой с вещами и игрушками. Тут еще лежат карандаши. Эээ, а что тут делает соска? Наверное, с детства осталось. Тут открытка. А соска и пингвиненок. Во втором ящике моя одежда. И в третьем игрушке. Тут у меня такая рог-гитара. Тут, 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 тут. Еще такой цветочек в виде собачки. Столик. На столе лежит мой телефон. Рядом со столом лежит... Рядом со столом лежит рюкзак. Рядом... А на столе еще лежит блокнот. Еще такой вот рядом с тобой стульчик. И еще, ну, тут такие раскраски. Ну, рисунки. И собачка. И еще вот такая штука. И тут вот такая лень... Клон. Вот такой огромный ковер. Комячок. Еще тут пуфик у меня такой. Вот еще собачка. Ходилка. Там на пол... Полочка вверху булька. Там лежит игрушечки. Ну, и коттенка. Свежитель. Тут еще вот такие... Хлам такой лежит. Ну, провозик, двойница. И вот такая штука. Это я не открыл. Тут лампа. Тут футбольная. Ну, все для футбола, чтобы одеваться. Кружечка для футбола. С игрушками контейнер. Мыльные пузыри. Это кубики или не знаю что. Мыльные пузыри можно попускать. Картин с мышкой и кровать. На кровати лежит пешевая креветка. Тут еще светильничек. И собачка. Еще вот такая игрушка. Привет собачке моей. Это место, где живет моя собачка. Эй, Силия, ты вообще слушаешь? Почему ты так делько стоишь? А я снимаю. А еще, кстати, у него здесь есть вот такие цветные мелки. Знаете факт, почему у Майка есть вот эта креветка? Потому что тебя Софина жареной креветкой называет. Нет. Да. Мне Софина сама рассказывала. Сейчас она тебя съест. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ааа. Дальше, после комнаты Майка, у нас идет ванная комната вместе с туалетом. Тут у нас есть стиральная машинка. И еще машинка для того, чтобы высушить одежду. Также здесь есть вот такие свечки черные для декорации. Порошки всякие и не только. Какая-то книга здесь лежит. Вот такое растение. На второй полочке две вот такие маски, халатик, шампунь и гель для душа. И также специально вот такая подсыпка в лоток для кошки. Затем вот такой стеллаж. Тут у нас корзина с грязной одеждой. Повыше у нас находятся всякие умывашки, мыло для рук. Тут полотенце, кстати, еще есть. И наверху тоже находятся всякие гигиенические предметы. Здесь есть также вот такой ящичек, где хранятся все щетки и не только щетки. В общем, еще тут зубная паста, бритва папина. И еще вот такой маленький ковер есть. Сам лоток. Тут у нас ничего почему-то не лежит. Гель для душа, шампунь, туалетная бумага и сам туалет. Также вот такая ванна вместе с душем. И следующая комната Дженни. Дженни, ты где? Я тут. Привет, Дженни. Привет. Ну что, проведешь рум-тур по своей комнате? Да, я только с удовольствием. Когда вы зайдете в мою комнату, вы увидите сначала вот такую стойку. Очень эстетичную, на которой вся моя одежда. Затем там еще есть вот такая шторка. Обычно у меня всегда закрыто это окно. Далее моя кровать с лампой напольной. Также у меня есть вот такая пробковая доска. И здесь обычно всякие тоже материалы, которые нужны для меня или не нужны. Еще здесь есть вот такое растение. И наверху плакат моего любимого детектива фильма. А также еще вот такие лампочки красивые. Затем идет вот такой большой шкаф. Вместе еще с моей одеждой снизу, да. И тут еще айпад с пенцилом. И декоративный кактус. Далее вот такой глобус. Здесь также мой блокнот, ежедневник. Наверху мое достижение. Вау! За что это достижение? В школе участвовала в одном проекте, или точнее конкурсе, и заняла первое место. Или точнее гран-при, по-моему, сказали. Круто! Поздравляю тебя, Дженни. Также еще вот такие книжки. Я очень люблю читать. И еще вот такой котик. Из Китая, кстати. Класс! Наверху также есть вот такой персонаж из Холокити. Тоже покупали в Китае такую игрушку сувенирную. Это портрет котика с Афины. И вот такая свечка. Затем мой рабочий стол. Здесь у меня ноутбук. Ну, цветочки. Затем листы всякие. Светильник. И мое кресло. Кстати, у меня еще вот такой ковер белый. Также у меня есть туалетный столик. Тут у меня смузи стоит. Я его покупала недавно. Ну, тут вся моя косметика. Ничего такого необычного. Ароматизированные палочки, духи. И вот такой еще росток в полумесяца. Также еще есть вот такой диск с музыкой. Тоже для декорации. И Лиана. А еще есть у меня вот такое очень уютное сидение. Классно! И тут еще включаются и выключаются лампочки. Ну, и еще вот такая лягушечка у меня есть. Супер! У тебя очень красивая комната, Дженни. Спасибо! Ну, что ж, продолжаем дальше путешествовать по нашему дому. И заглянем сейчас на третий этаж. Что же там? А тут находится наша комната. Наша комната со мной! Ну, да. Но вообще, как сказали наши родители, это их как бы такое место для гостей. И вообще, в принципе, это неотапливаемый этаж. То есть, допустим, зимой сюда нельзя приехать, да, и переночевать. Либо надо будет спать в куртках, потому что будет очень холодно. Это как летняя такая, знаете, веранда, либо летний вариант просто, чтобы пожить тут. В общем, здесь вот такое есть кактус, затем сундук. Это креветка Майка. Что она здесь делает? Да он ее забыл, надо ему ее дать. Итак, Бетти, привет! На самом деле, здесь даже родители, когда переехали в этот дом, то они здесь даже, вот видите, какие-то трещины не заделывали. То есть, это такой как бы забытый, если честно, этаж. Но здесь есть такое уютное сидение. Затем вот такой старинный шкаф со старинным радио. Вот такая лошадка здесь. Можно попить чай с кактусом. Наша одежда слева здесь пока что находится. Ну, мы здесь гостили у родителей, да. Вы это знаете, кто смотрит мои влоги. Ну, и также здесь вот наверху тоже очень много всяких вещей. Я даже не буду вам их перечислять, потому что, думаю, вы сами уже все сейчас посмотрели и увидели. А наверху все наши чемоданы и не только. Это просто кошмар. Разбросанные вещи у меня еще есть. Затем вот наши рюкзаки всякие. Медкарточка моих питомцев тут валяется. В общем, у нас супер прибрано. Здесь еще также можно поиграть в шахматы. Таблетки какие-то, солнцезащитный крем от загара. Ну, и затем вот здесь находится такой диван раскладной, где могут даже спать целых 4 человека. Понимаете, сюда может поместиться 4 человека. Это очень достаточно много и круто. Такой большой длинный диван с кроватью внутри. И вот такой маленький еще телевизор. Это наши ракушки. Еще одно растение. И также вот такая картина. А еще здесь находятся вот такие часики. И, ребята, здесь даже нет освещения. Потому что все даже и ночью, и не только ночью, но и днем освещается из вот таких окон, которые уходят по самую крышу. И здесь, в принципе, никогда не бывает темно. В общем-то... Привет, я вернулся. Майка не нашел. А куда он делся? Не знаю, может, в прятки начал играть со мной опять. Ну, ладно. В общем, на этом наш видеоролик подходит к концу. И, к сожалению, это выходила последняя часть вместе с Майком и Софиной. Больше их пока что не будет. Потому что мы уже собираем наши чемоданы и будем уезжать в наш дом. А Софина с Майком будут уже готовиться к своим всяким делам и так далее. Как и нам тоже. Да, Лео, нужно готовиться ко всему. Да, скоро снова работа. С вами была я, Силия, мой парень Лео и вся моя семья. Мы были рады, если вы смотрели все наши семейные влоги. Потому что мы всегда стараемся их делать интересными и веселыми. Эх, я буду очень скучать по моей семье. Потому что в течение учебного года нам, даже несмотря на то, что мы живем в одном городе. Но сейчас, кстати, не в одном. Но все равно поблизости. Но нам не удается часто видеться. Ставьте лайк, если вам понравился этот видеоролик. Подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. А также в комментариях я прошу вас написать оценку нашему дому. Или точнее не нашему, а оценку дому родителей. Мне на самом деле здесь очень понравилось. И я бы хотела себе такой же дом. Но если у нас будет трое детей, то тогда может быть. Лео. Ладно. Короче, всем пока-пока. И до встречи в новом видео.